Всем недавно у меня появилась довольно таки неплохая возможность, дело в том, что я теперь могу испытать всевозможные виды оружия на убойную мощь, поэтому сегодня будем с вами разрушать все что угодно из разных пушек в игрушке под названием Gunbreaker, с вами как обычный кристалл и мы начинаем! Ну в общем-то поначалу у меня есть просто кольт, которым можем с вами потихонечку украшить наши блоки получается и со временем будут появляться более мощные, более убойные и с каждого из них мы будем поднимать небольшое количество денег, понятное дело деньги в будущем у нас пойдут на улучшение и также на открытие нового оружия. Ну и за каждый левел получается у нас будет открываться новая пушка и например у нас уже есть второй сейчас уровень и получилось на него сразу же и денег дополнительных, мы с вами можем взять оружие уже по убойне, сейчас у нас вот такой вот пистолет, который может так стрелять, можно пострелять получается от первого лица, выглядит довольно таки неплохо как по мне, но давайте возьмем следующую пушку и посмотрим на сколько она будет эффективна, урон у нее 52 получается, сколько было у этого? 84, слушайте, ну по-моему у нас же прошлое оружие было по убойне, но это конечно выглядит покруче как-никак, это даже и не поспоришь по-моему. Так, давайте сбоку посмотрим как это дело выглядит, нравится мне что здесь есть возможность камеры вот так вот смотреть, это круто, не каждый так делает, это классно. Такс, и давайте-ка с вами сейчас получается затестим еще следующее оружие, потому что у нас снова левел ап, ну и так же бабусики у меня получается подъехали, следующее оружие у нас лейзер HG, но мне больше интересно HG, не знаю как правильно будет АП, и следующее у нас будет помповый дробовик, вообще по идее, поэтому любопытно будет до него дойти, а все же пистолеты пистолетами, но с дробовика было бы пострелить поприкольнее как-никак. Такс, ну давайте сейчас разнесем еще один блок по 52 урона получается, что мы сносим, покупаем следующую пушку и это выглядит довольно странно, но это лазерный пистолет, офигеть! Я думал, что лазерное оружие у нас будет день в самом конце, но уже какие-то лазерные пушки появляются, что довольно-таки клево, мне нравится. Так, давайте посмотрим как это выглядит сбоку, так, заодно даймонды получил создание, так, сбоку у нас это выглядит вот так вот, ну тоже круто по-моему. И ребята, если игрушкам будет интересно, хочется увидеть какие еще дальше объекты будут, какие оружия мы с вами будем еще использовать, какие всяческие бонусы мы еще с вами получим, то поддержите данный ролик лайком, если набирается более двух косарей, то будет продолжение. Тем временем у нас новый левел, поэтому давайте посмотрим следующую пушку. Появилась, кстати, возможность еще бесплатно рулеточку сыграть, и я крутаную ее так, как мне надо, то могу получить новую пушку, но получу я плюс 2 косаря, судя по всему, или плюс 3 дэмэджа. Лучше плюс 3 дэмэджа бы получил, ну ладно. Плюс 2 косаря тоже довольно-таки приятно. Ну а тем временем, кстати, чтобы новую пушку получить, здесь уже требуется 5 левел, как-никак. Стал теперь не каждый один уровень, а каждые два получается. Ну, в принципе, окей, пускай будет каждые два, самое главное, чтобы не каждые 50, это так, что норма, значит, будем довольно-таки быстренько с вами прогрессировать. Кстати, есть еще возможность открыть какую-то вот такую пушку, но, наверное, попозже ее откроем, посмотрим, что это за оружие такое, наверняка неплохое. Ну и 5 левел, наконец-таки, у меня появился, это означает, что мы с вами можем приобрести уже следующее оружие. Следующее оружие у нас помповый дробовик, который мы с вами покупаем, и, ну, да, это реально дробовик. Слушайте, аффективность у него гораздо больше, чем из пистолета с обычного, поэтому крошим мы с вами довольно-таки шустренько блоки, и появилась какая-то, появилась какая-то сфера. Так, окей, мы ее тоже разнесли. Так, а сбоку это как у нас будет выглядеть? Ну, дробаш прям, как дробаш крошит блоки, и получается довольно-таки прикольно, довольно эпично выглядит все это дело. Так, и давайте посмотрим, что вообще по апгрейдам есть. Может быть, не добавить что-нибудь. В принципе, есть деньги на то, чтобы бусты добавить на урон, но пока что вроде и так нормально, поэтому я не уверен, стоит ли мне на это тратиться пока что. Так, наверное, пока оставлю так, как есть, а там уже посмотрим. В зависимости левелапов скоро, кстати, у нас SMG будет. Так, давайте возьмем бонус. Я бустить не буду его, точнее, не буду за просмотр рекламы увеличить количество денег. Думаю, что и так нормально будет. О, снова шарик появился. Но шарик вроде больше особо денег не дает, он просто будто бы более прочный. Кстати, у нас еще есть возможность какой-то огнемета использовать. Текс, свайпнуть нам, говорят. Ну, допустим, текс. И что произойдет сейчас? Так, сюда, сюда, сюда. Окей, перфект. И что? А, ну то есть мы превратили наш обычный дробовик в огнеметный дробовик какой-то. Я не знаю, как еще сказать. Но, короче говоря, вот такая вот тема. Такс. Ну, в принципе, что? У нас новый левел, получаем его. Смотрим следующее оружие. 55 тысяч у нас получается. Новый лазерный SMG. Еще подарочек подъехал. Давайте крутанем. Может быть, пушка выпадет. А кто его знает? Может, повезет. Плюс 4 дэмэджа. Ну, тоже нормально, в принципе. Я не против. Так, и давайте посмотрим. Ну, хотя бы можно кнопку зажать, что довольно-таки удобно. Но не сказать, что это прямо супер скорострельная пушка. Довольно-таки медленно, на самом деле, стреляет для SMG. Но, в принципе, неплохо. Зато можно просто зажать и, в принципе, не париться. Так, а сбоку у нас это выглядит. Точнее, вид сверху, как это вообще выглядит. Такс. Следующее оружие только за 3 рекламы получается. А потом у нас будет пушка за только 10-ый левел получается. Ну, допустим. Кстати, говоря, если щелкать... Нет, скорость у него примерно забитая одна. Если даже я щелкаю побыстрее, то все равно как-то медленно, да. Так, давайте-ка я тогда, наверное, денежку вложу в апгрейды урона. Потому что нужно все же побольше его, как-никак, уже... Не хотелось бы его сначала прокачивать, но чего уж поделать. Без этого никуда. Так, дэмэдж давайте плюс 100%, наверное, сделаю. Должно быть нормас. Так, и... Ну, в принципе, вроде как неплохо. По 72 сносим, довольно-таки шустренько пробивая все барьеры. Поэтому мы с вами быстренько прогрессируем. Так, сможет, конечно, попробовать посмотреть бесплатное оружие, которое в подарке. Возможно, оно неплохое. Ну, по идее, это лени-пушка какая-то получается у нас... Нифига, сколько урона? Двести двадцать один. Нифига себе мощь у этого оружия, скажу я вам. Я, конечно, думал, что оно будет какое-то неплохое, наверное. Либо же, ну, такое средненькое, как минимум. Но это просто офигеть, насколько жесткая лени-пушка. Так, ну, допустим. Так, давайте еще бонус. И будем пока что ей тогда все фигачить. Потому что реально можно быстро пройти до появления следующего оружия. Понятное дело, на десятом левеле мы как раз-таки сможем с вами открыть следующую пушку. И до того момента как раз-таки можно пострелять из этой лени-пушки у нас получается. Так, ну, я, наверное, вид с другой возьму. Мне больше нравится, когда мы сбоку смотрим. А сверху так более как-то прикольно. По крайней мере, эта пушка слишком большая, не особо выразительная. В плане дизайна, как мне кажется. Поэтому от первого лица не очень мне нравится с нее смотреть. Так, ну, почти что десятый левел. Значит, сейчас мы с вами откроем еще одно оружие. Какое оно будет? Нет, я уже подзабыл. Но сейчас посмотрим все равно. Все, левел ап. Получаем еще деньги. И где эта пушка? Это у нас... Ага, маузер получается. Кто же лазерный какой-нибудь, да? Ох, слушайте, а он тоже дамажит довольно-таки красиво. Даже гораздо лучше, чем та лени-пушка на самом деле. Если так посмотреть. Потому что по 166 и довольно-таки быстрая скорость атаки у него. Так, снова можно крутануть рулеточку. Давайте крутанем. Дайте, пожалуйста, бесплатную пушку. Нет, не дали. Ну, плюс 4 косаря. Я бы тоже не отказался. Ну, ладно, плюс 2 дэмэджа тоже нормально. Так, и... В общем-то, следующее оружие на 15-ом у нас уровне. Это РПД. Пулемет какой-то у нас будет, короче говоря. Тоже бы хотелось его открыть. Единственное, еще мне интересно, М6 Рокет. Но 3 рекламы смотреть так сейчас не хочется на самом деле. Поэтому думаю, что можно будет оставить это на продолжение. Если вы, конечно, захотите продолжение. И 2-3 лайков мы с вами наберем, чтобы новая серия вышла уже на следующий день. Как я обожаю внезапную рекламу. Ё-моё, все время... Ты вроде как кликаешь, кликаешь, кликаешь все время. Все нормально, никакой рекламы не улетает. И ты такая, вот тут, вот тут я появлюсь когда-то. Особенно что-нибудь интересное будешь рассказывать или что-нибудь типа того. Ну, короче говоря, сейчас нам нужно будет набить тогда 15-ый уровень. В принципе, можно бустануть еще урон. А можно как-нибудь пошустрее урон бустить. А то он как-то, ну, совсем слабенько прибавляется. Ну, ладно. Постой сет один. В принципе, нормально. Сейчас мы с вами все это зафармим. И... Левел быстренько у нас набьется, получается. И купим себе РПД. Пулемет, надеюсь, что он стоит того. И довольно-таки... Жестко он будет сам по себе фигачить. Потому что урона как-то мне не хватает. Хочется чего-то более жесткого. Кстати, если... Можно, по идее, на этом оружии зажать кнопку. Но, как видите, скорость стрельбы совсем отличается. В зависимости от того, как бы я сам щелкал, например. Моя скорость атаки гораздо быстрее получается, чем само по себе это оружие может молотить. Конечно, можно очень быстро щелкать. Но, на самом деле, это практически не влияет. Поэтому безрадится, на самом деле, как щелкать. Такс. Ну что, надо нам теперь 15-й левел набить. Немного, по идее, совсем. Посмотрим сейчас. Ну что, набил я, получается, 15-й уровень. Теперь у нас появилась новая пушка. 155 тысяч стоит. Благо, мне хотя бы хватило денег. Я еще просто прокачал урон до 201% получается. И давайте посмотрим, что из себя представляет у нас новый мини-ган. Ну, по крайней мере, если сжать кнопку, то он стреляет довольно-таки шустро сам по себе. Возможно, если бы я быстро щелкал, то он даже бы быстрее молотил. Но, в принципе, разница не настолько большая. Поэтому можно, в принципе, его зажимать. И следующее оружие это двухстволка 20-го левела. Получается, у нас будет открыто. До нее еще нужно будет дойти. Но, в целом, вроде как неплохо. Фигачит мне, по крайней мере, нравится. Так, давайте посмотрим, что у нас от первого лица. От первого лица тоже, кстати, довольно-таки клево выглядит. Пушка классная. По крайней мере, чисто по визуалке. Мне она больше нравится, чем всякие эти лазерные маузеры, которые у нас были до этого. Самое нормальное выглядело пока что для меня. Чисто стандартное оружие. Надо было, знаете, как-то лазерное оружие. Должны были ближе к концу, наверное, появляться. Как мне кажется. Ну, ладно. Не суть важна. Все равно выглядит прикольно. Так, и теперь нужно будет реально кучу денег заработать, чтобы открыть следующие пушки, которые будут у нас еще более жесткими, наверное. Но двухстволка должна быть любопытной, как минимум. Поэтому надо будет и до нее тоже дойти. Кстати, любопытно. Я себе поставил, по идее, бонус урона добавил. Ну-ка, насколько хорошо. Кстати, олень все еще довольно-таки активно хреначит все блоки, поэтому... Поэтому, в принципе, можно в дальнейшем его также все еще использовать. Я так смотрю, что он как бы не теряет всю актуальность. Поэтому можно и из него дальше крошить. В принципе, на нем самое быстрое получается уничтожение блоков, если посмотреть. Потому что я и всего остального стрелял, и так быстро блоки никто, кроме олени пушки, не крошил, получается. Поэтому это пока что для меня, наверное, самое ультимативное будет оружие. И, ребята, я говорю, если продолжение захочется, два косаря набираем. Будет новая серия, будет продолжение, дойдет до самого конца. Чем больше лайков наберете, тем больше серии в дальнейшем выйдет. Тем больше мы с вами пройдем и всякого оружия разного еще опробуем. Поэтому лайк обязательно поставь. Ну, в общем-то, с вами был, как обычно, Кристалл. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока. Лайки не забываем.